Не всем же быть предпринимателем, в конце концов. Астрономические какие-то количества. Вот где деньги. За 0% можно работать с китайцами. Хороший месяцок получился. Иди на стабильную работу. Слишком романтично звучит эта схема. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я являюсь основателем Sellerboard. Sellerboard – это самый точный сервис анализа прибыльности для Amazon-продавцов. Но не только. Это еще и автореспондер, который поможет вам получить отзывы для ваших товаров. Это Moneybag – сервис, который обнаружит деньги, которые должен вам Amazon и позволит вам вернуть их. И, конечно же, это User Permissions, которые позволят дать вам доступ к различного рода меню для ваших сотрудников, для ваших партнеров. Это Inventory Management и много разных других фич. Под этим видео вы найдете ссылку, перейдя по которой, вы сможете получить один месяц бесплатного использования. Никаких кредитных карт, абсолютно никакой необходимости что-либо заранее оплачивать. Вы пользуетесь всем абсолютно бесплатно целый месяц. После чего принимаете окончательное решение платить, не платить, переходить. Все, все это разнообразие, о котором я говорил, начинается от 19 долларов. Уникальная цена на рынке. Такой пакет комплексный для Amazon-продавца по такой низкой цене вы больше на рынке нигде не найдете. А мы начинаем наш селлерборд-шоу. У нас очередной гость. Андрей, привет. Привет, Михаил. Очень круто. Я сам ошкупил уже, пока ты там рассказывал, уже сам зарегил новый аккаунт на Солобос. Правда, крутой инструмент. Я о нем не знал. Хотя вот, знаешь, я тоже тебе сказал, я путешествую и в США там, да. Я вот не знал, что есть такой тул, который вот как миксер такой, миксер, который помогает решать огромное количество задач и круто, что вы его как-то разработали. Спасибо. Спасибо тебе на добром слове. И, кстати, хорошо, что ты не знал, потому что это говорит о том, что потенциал роста у нас еще очень большой. Но давай приступим, собственно говоря, к интервью. Андрей, расскажи мне, где ты сейчас находишься, где ты был там несколько месяцев назад, куда собираешься в ближайшие месяцы полететь. И вообще расскажи о своем пути, как ты до этого дошел, до такой жизни, что ты там скоро, насколько я знаю, летишь в Америку, там жил в Китае. Расскажи нам свою историю, как ты к этому пришел, как давно ты в Амазоне и вот больше своей истории Амазон-продавца. Ну, на самом деле, я сейчас вещаю из Израиля. Тут базируется, скажем так, семья. Мы вот в 2016 году вернулись с женой. Я уехал в Китай вообще в 2006 году из Израиля. В Израиле меня привезли родители, здесь я отслужил армию, ну, то есть все нормально. И каким-то образом с наемной работой, где я понял, что у нас не контачат, да, меня товарищ пригласил, говорит, поехали в Китай, там, посмотришь, может, что понравится, на месяцок. Я уехал туда в 2006 году на 10 лет. Хороший, хороший месяцок получился. Да-да-да, затяжной. Вначале, правда, все было круто, то есть, потому что мы что-то строили, что-то делали, и Китай, то есть, тогда это еще был не тот Китай, что сегодня. Вот, там я познакомился в Китае с моей женой. Она переводчица, да, я знаю, что она переводчица с русского, вернее, с китайского на русский. Вот, и у нас в Шанхае родилась дочка. Да, дочка родилась в Шанхае. А как, кстати, в Китае по этому поводу, как в Америке, дают гражданство? Нет, да, всего надо 2,5 миллиона долларов инвестировать, чтобы получить временное, ну, как это называется, венджение. Вид на жительство? Ну, соответственно, как-то вот так, я даже не знаю, если у меня есть, я так немного отлучусь, но, наверное, я не смогу тебе показать, в общем, фишка того, что они настолько любят иностранцев, что они там пригласили нас фотографироваться на всякие там товары. Дочь, она светлая у нас, ее даже запустили в журнал. То есть, журнал шанхайский, я тебе чуть позже, когда ты задашь какие-нибудь вопросы, я заценю тебя. Я горжусь, на самом деле, потому что это круто, когда твой ребенок 4 месяца попадает в журнал «Шанхай» на главную обложку. Давай сейчас, наверное, покажу, если это можно. Конечно. Ну, слушай, если не гордиться и не хвастаться своими детьми, то зачем их рожать? Ну да, я с тобой согласен, как бы. Ты говори что-то, а то экран направлен на меня. Я понял. Ну, видно, да? То есть, журнал, в общем, это главная обложка. Китайский журнал такой, мощный, шанхайский. Красавица у тебя, дочерка, красавица. Говоришь, будет 4 года, моей 3 года. Вот, только исполнилась недавно, так что я тебя очень понимаю. Пока ее никто не фотографировал ни в один из журналов, вот. Но я думаю, я думаю, все у нее еще впереди. Съездить в Китай, я думаю, что там времени много это не займет. Она, кстати, у меня тоже светленькая, как бы совсем не в папу, потому что жена у меня светленькая. Поэтому, возможно, у нас тоже все шансы. Ну, в общем, вот так как-то это происходило. В Китае вообще бизнес, опять же, начался с площадки eBay. В какой-то период, да, там, когда мы работали с партнером, я понял, что надо что-то развивать свое. Хотелось выйти, опять же, там была наемная работа. Больше там я как фриланс, да, но, опять же, было кому-то, чем-то обязан. Хотелось своего. Я открыл свой офис, в принципе, да, там, начал заниматься поиском клиентов, хотя я вообще не разбирался ни в каких там, ни в продажах, тем более в Китае. И первое, что, ну, что я услышал от ребят, это то, что вот популярно eBay, там, продавай, покупай, там, в общем. Китай у тебя вот под рукой, ну, считай, ты живешь среди товара, да, где все производится, и как же там чем-то не продавать. А еще и склад. В общем, я там с ребятами поговорил, израильтяне, у меня все друзья израильтяне там были, там вообще было мало, мало ребят русских на тот момент. Я говорю, чем вы занимаетесь там? Ну, eBay, там, вот, купил, продал, аукцион. А что продается? Да, все продается, в общем. Ну, я все со склада взял, там, что было, пофотографировал, еще, наверное, такие у нас в Урсе. Фотики были цифровые. Нафоткал туда и на eBay. Что-то продалось, что-то не продалось. Ну, прикольно, тема пошла. Я начал постепенно продавать все, продал вообще абсолютно все вещи, которые у меня были. Я еще болею на гаджеты. То есть все гаджеты старые сменил на новые, потому что я перепродал. Это было самое, ну, самое приятное, что для меня было, что я смог себе купить новые гаджеты, продав старые. Вот, и постепенно начал заниматься eBay. То есть строить буквально на том, что я возил товары. То есть, ну, я не возил товары, больше мы занимались консолидацией товаров, выбором, подготовкой товаров к подправке, проверкой качества. То, что китайцы не привезут тебе, знаешь, там, зеленые кружки вместо черных, хотя китайцы это нормально делают, и для них это все отлично. То есть было такое, что ко мне нос там красного цвета зажигалки. Я говорю, мы заказывали белые. Он говорит, эти красивее или красивее. Ну, я думаю, что китайцы не говорят ни красивее, ни красивее, но смысл мы поняли, да. Они говорят примерно так. Я еще и владею китайским языком. Ну, за 10 лет. За 10 лет было бы странно. Было бы странно, если бы я еще его выучил в школе, понимаешь? У меня не получилось, хоть я сколько, если я не пробовал это сделать, у меня не получилось этого. Получилось просто вот в какой-то момент, когда я занялся уже бизнесом ближе к Амазону, да, мы начали другую партию игры. Почему? Потому что бизнес в 2012 году, вот тем, что я занимался консолидацией товаров, просто начал рушиться. Так как раньше, 2008-2009 год, плюс eBay, плюс все, мы брали 15%, а в какой-то момент, в 2011 году, у меня все магазины, которые были на eBay, они закрылись одним утром. Я проснулся, для меня, да, я просто был в шоке, потому что уже мы отправляли по 300, по 400 посылок в день, упаковывали китайцы, все. А в смысле, объясни, тебя забанили или что? Да, да, причем я, ну, как ты понял, я нигде не обучался тогда, и мне кажется, и не было где-то таких слишком великих курсов там или чего-то, как сегодня у нас, куда не зайди. Каждый тебя обучает, каждый знает, я просто самоучка был там, что-то добавил, что-то продал, в общем, и меня всегда вот манило, чтобы было вот много, больше. Я захотел продавать в Англии, ну, то есть аккаунт eBay позволяет тебе везде, в принципе, продавать. Прикольно, когда твой товар отправляется повсюду, но мне показалось, что еще надо в фунтах зарабатывать. Я открыл там, ну, store на eBay, начал отправлять, это был сентябрь-октябрь где-то вот в таком формате, то есть заказы полетели с огромной скоростью, там игрушки продавались, ну, под Christmas. Но я не учел тот факт, что на аккаунте Amazon.com было достаточное количество отзывов, и даже если мне какие-то кейсы отправляли, да, там, в общем, это на меня никак не влияло. А аккаунт в UK, хотя они были подвязаны и связаны, в принципе, вместе с австралийскими и с другими аккаунтами, на них не было отзывов, мне открыли там, по-моему, 19 или 20 кейсов, причем они открыли не с тем, что они товар не получили, а с тем, что они, ну, как бы перестраховать решили, просто открыли такой кейс, where is my item или что-то такое, и все, мне приходит утром сообщение, я захожу на свою почту, your account has been suspended или что-то в этом роде. Я такой в шоке, а что с моим аккаунтом в Америке, то же самое фигня, ну, то есть, это цепная такая реакция была, и причем, если в Америке, да, у меня был какой-то там менеджер свой, когда я звонил, он постоянно отвечал, то все, он мне просто, я звоню туда, они мне, иди в жопу, я такой, ну, как такое вообще реально, как мы только вчера общались, все было нормально, я должен же объяснить. Я, в общем, месяца два бился об стену, это было вообще никак нереально не для меня, причем я вылетел, знаешь, неосознанно с бизнеса, я даже на тот момент не понимал, почему конкретно, и никто мне не объяснял, что произошло. Ну, то есть, в более позднем времени я уже понял, да, то, что это было причиной того, что я начал отправлять товары. Вот, но, как говорится, одна дверь, да, закрывается, причем не одна только закрылась, а еще и в тот момент, уже 2012 год, был кризис в России, я на тот период уже набрал клиентов из России, причем я с 2008-2009 не умеющий, да, там продавать, я просто ходил на всякие выставки в России, и ребятам говорил, давайте посчитаемся, потому что, ну, не вопрос, что люди едут в Китай и верят, да, то, что за 0% можно работать с китайцами, ну, при том, что я предлагал 8 своих процентов, люди оставались довольными в цене. Мы многие слышали об этих двойных и тройных китайских наценках, один покупает у другого, третий у пятого, и где там производитель теряется в этой цепочке, это еще вопрос. Даже не в этом, я тебе больше скажу, я управлял офисом, да, то есть у меня было 35 сотрудников китайцев, которым я доверял, но, несмотря на это, я еще работал на складе, да, вот в самом начале, 2006-2007-2008 год, я был ответственный за склад, и, соответственно, я видел, что поставщики приходили, да, и с которыми мы дружили, они меня пытались обмануть, то есть пытались там в какую-то коробку, знаешь, там, обуви положить не тех размеров, там, где-то, ну, мы всегда находили. До такого доходило, что моим клиентам, да, там, просто говорили, а, вы с этой компании, хайанчанчан-майи, мы с вами работать не будем, у вас слишком сложный склад, то есть трудно привезти товар. И так же и с моими работниками. И к чему я, да, говорю, то, что это не то, что даже теряется что-то, а сами, вот, китайцы, они настолько уважают друг друга, что они друг другу откатывают, делают откаты на уровне, типа, this is normal, да. То есть заходит китай, китайец, он заходит в магазин, он уже знает, что там 3% будет. Он может подмигнуть, он может записать цену не так, то есть это все мы выработали там, да, до уровня создали даже аппликацию, и ты не поверишь, в 2015 год мы тестировали на ребятах, которые наши клиенты приезжали, прям аппликацию в Android, чтобы человек мог, даже не зная английский язык, да, просто прийти и вот на аппликации, чтобы ему вбили там цену. Ну, потому что китайцы все равно каким-то образом могут добавиться. Вот, и, соответственно, то есть 2012 год, бизнес в России начал падать, какие-то там были перемены, здесь сотни тысяч долларов заказа упали на десяток, бизнес на eBay у меня развалился, можно сказать, глухо. Я такой сижу, думаю, ну, наверное, я сделал неправильный шаг, причем моя мама это всегда, ну, знаешь, я ее очень сильно люблю, она меня тоже, и поэтому она всегда говорит, иди на стабильную работу. Я понимаю этот факт, с другой стороны, я смотрю на людей, которых увольняют, да, там, через 5-10 лет, я понимаю, нафиг надо туда работать, вкладываться 10 лет, да, когда ты можешь делать что-то свое. Не только твоя мама, это просто, ну, стандартное мышление большинства людей, которые всю жизнь работали, стабильность и так далее. Ну, это, естественно, не мышление предпринимателя, вот. Ну, не всем же быть предпринимателем, в конце концов. Ну, ну, и как ты пришел в итоге к Амазон, с чего ты начал? А я увидел конференцию, это конференция, что-то там, eBay-радио было, в общем, я поверил в то, что, наверное, где-то, это было где-то в Лас-Вегасе, по-моему, ну, что-то рядом там, или Орландо, Орландо, по-моему, 2012 год, ну, я думаю, там будет eBay, я приду, объясню ситуацию, что я-то ничего не нарушил, в общем, они меня поймут. То есть я, на самом деле, был очень наивен, я приехал туда, а там был просто курс, продавали курсы, продавали желтые, да, там по всем, причем я купил курсы, я уехал оттуда. У меня не было на тот момент денег, я занял у партнера, я занял десятку долларов, чтобы купить курс, которого еще нет. Чтобы ты понял, да, то есть реально там чувак сказал, я там занимаюсь eBay, меня зацепило только то, что он говорит, я отчищу твою историю, и ты сможешь дальше продавать на eBay. Мне это важно было, у меня там работники, которые сидят без работы, у меня товар, который куда-то надо продавать, то есть я не был настроен на то, что я там буду его распределять. В общем, я купил курс в 2012 году, только в 2013 осенью этот курс вышел в коробочном варианте, в дисках, чтобы я понимал, да, какая была тема раньше. В дисках на английском языке, английский я тоже не учил до того, как я приехал в Китай. Но зато я с ним общаюсь, да, вот он получилось так, то что пока он создавал курс, он там давал консультации, я подтянул свой английский язык, я, правда, вернул на несколько магазинов на eBay. Я понял, что, ну там, что можно еще заниматься бизнесом, вот как он это делает через Amazon. Тогда это не было так распространено, там какие-то full-fuelment центры, как сейчас, я думаю, что их максимум было, может быть, штук 30-40. Но фишка мне понравилась, то есть мне было по приколу, что я когда-то смогу с китайцами распрощаться, так как каждый год их надо по новой набирать, они на новый год свой уходят и не возвращаются 80%, да. Серьезно? Это стандартная схема такая? Слушай, это даже больше, чем стандартные, ничего не работает. То есть я пробовал сделать так, что я им плачу бонус после того, как они возвращаются. Это был первый мой опыт, когда они вернулись, получили бонус через две недели и растворились. Потом я сказал, я выплачиваю бонус после тем, кто вернется, и несколько месяцев. Это тоже как бы, вот, знаешь, чувствуется, когда работник приходит, и он как бы работает, потому что он хочет забрать бонус свой. И, ну, это... А как это объясняется? Они, типа, отдыхают и пересматривают взгляды на жизнь, и после каждого нового года хотят устроиться в новое место? Или, ну, в чем психология, логика поведения? Нет у них никакой логики, это же китайцы. Там нет логики, они просто, они просто хотят что-то нового. Тут они поняли, что они не заработают больше, никакого-то, да, там, не поймают клиента. Они же все, по сути, хотят работать сами на себя. Даже тот же Джек Ма, да, он говорит, что он сделал Тао Бао, да, магазин, чтобы каждая семья могла работать из дома. Вот, ну, там, вот это очень популярно, что все занимаются там. У меня сотрудники, которые продавали, да, там, помогали там упаковывать, они продавали на Тао Бао, там, занимались трусами, и потом мы сделали такую коллаборацию, там, в связи с Амазоном, с моими знаниями на тот момент Амазона. Мы, в общем, и запускали несколько продуктов даже с китайцами. И по сегодняшний день... То есть, по сути, китайцы более предприимчивы, чем наши ребята. И они все время ищут каких-то лучших возможностей, а в идеале, там, быть фрилансерами или бизнесменами, которые, там, так или иначе, свободны в своем графике и имеют возможность с помощью различных платформ продавать. То есть, китайцы более предприимчивы получаются. Я бы сказал, ну, предпринимательство у каждого китайца, мне кажется, в крови. Потому что, ну, в моем доме, обычном доме, было несколько фабрик, да, там, и они что-то собирали, там, всякие браслетики взякие, там, знаешь, такие вещи. То есть, там движуха постоянно, на постоянной основе. Там, может быть, кто-то, там, возьмет машину и будет грузчиком. Но, в общем, да, они, как бы, занимаются бизнесом. И самое, что интересно, они никогда не переживают за результат. Ну, они, как бы, говорят, ну, мы одним днем живем. Вот. И это... И так же, и, в принципе, с заказами. То есть, я говорю, ну, ты мне сейчас принес заказ, да, полный отстой. То есть, я его даже принимать не хочу. Почему? На что ты надеялся? Он говорит, я ни на что не надеялся. Ну, типа, один день живем. Ты его не взял, я ему кому-то другому продам. Я говорю, классная логика. Судись. Бедный кто-то другой. Вот. Ну, смотри, и как... Как результат. Я в 2014 году я запускаю, начинаю скрывать тупо деньги. Тупо беру деньги. Я уже продаю, причем на eBay нелегально. Да, так. Серо-черный ход. Почему? Потому что я прочувал, что можно заниматься еще, ну, покупать подделки в Гуанчжо. Я открыл для себя рынок такой. Да, да. И очень у меня хорошо шли ремни, кошельки, все такое. Сумки мы не продавали. Брендовые. Брендовые. Да, да. И ты открываешь на eBay магазин, там 20-25 заказов, 2-3 тысячи долларов снял. Когда ты оплатил, там, может быть, 500-600 юаней, 100 долларов за эти все ремни. И как домин, эта сказка продолжалась? Казка продолжалась до тех пор, пока я не нашел пятерых или шестерых ребят, которые со мной напрямую связались. И мы уже просто отправляли партиями. Я даже не заходил там. Они говорили, купи нам сумку, там, Louis Vuitton в Америку партию. 20-30 килограмм отправляли через DHL. И на... Ну, по факту, один раз было, что я отправил 20 килограмм, встали, встряли на таможню. Мне звонят, говорят, ну, там, твой товар остановили. Я говорю, я не знаю, чей это товар. В общем, там сумма была на тысяч, наверное, 12-13 тысяч долларов. Я говорю, я не знаю. Но мы, в общем, договорились, что на будущее, если мы будем работать, здесь я беру на себя ответственность. На будущее говорили, что если останавливается товар, груз, они оплачивают сами. То есть это их проблема. В общем, я просто получал деньги, отправлял, был посредником. Что ты думаешь сегодня? Ты до сих пор занимаешься поддельными товарами? Нет, это не бизнес вообще. Ну, давай просто послушав тебя, многие могут подумать, слушай, вот, вот классная схема. Просто у нас был один очень успешный амазонно-продавец, миллионер долларовый, и он тоже рассказывал о том, что он занимался такими вещами. Правда, у него все это чуть ли не закончилось тюрьмой. Поэтому давай мы предостережем тех, кто нас слушает, а то, может быть, слишком романтично звучит эта схема. Она слишком, да, романтичная. Я тоже хочу сказать, она у меня тоже почти закончилась тюрьмой. Да, она закончилась буквально недавно. Я даже могу сказать, что вот я был неким таким вот здесь в Израиле ответчиком. Не по делу об этом. Это на самом деле неправильно. Во-первых, почему? Потому что много аккаунтов у меня закрыло. Два, то, что я по большому счету, да, эти деньги, заработанные, каким-то образом сливал. Я не знаю, почему, но в целом, да, то есть проблемы были. То есть были проблемы, было опасение. Было даже опасение того, что, ну, очень много писало из полиции. Там всякие, да, на письма, на аккаунты. И правда было страшно, то есть до того, что как раз тот же момент в Израиле там открыли дело на какие-то контейнеры моего партнера. И у нас просто взяли компьютер и начали считывать информацию. Причем компьютеры вообще без каких-то там, без каких-то там стертой информации. Но вся информация показалась. И я потом подумал, что, ну, вот, в общем, тема, конечно, крутая, но с ней надо завязывать. Я отдал этот бизнес, можно сказать, китаянке. Я даже не знаю, где она есть, есть ли она сейчас. Вот, да. Или не дай бог, не дай бог она... Друзья, мы всех предостерегаем. Занимайтесь легальным белым бизнесом, потому что, если вы хотите спать спокойно и долгосрочно существовать в мире предпринимательства и бизнеса, а не срубить бабла и дальше прятаться по углам, то лучше двигаться чуть медленнее, вот, но надежно. Вот мое мнение. Рад, что ты разделяешь. Хорошо. Амазон, значит, давай, где ты сейчас? Что из себя представляет вообще, может быть, не только Амазон, что из себя представляет твой бизнес сегодня? Ну, мой бизнес вообще, это несколько направлений, несколько проектов. Бизнес, Амазон. Как я для себя понял, да, это на самом деле я новичок. Объясню, почему я новичок. Я в 2014 году уже продавал, причем мой первый продукт был, это вообще купленная идея с Хайфского университета за 37 тысяч долларов. То есть я купил еще партнер, мы купили электронную зажигалку, это 2012 год, два года разрабатывали. Уточни, вы купили патент, я правильно понимаю? Да, мы патент на разработку купили и разработали сами в Китае. То есть до уровня, что мы связали там несколько производителей, чтобы нас не смогли подделать. У нас, у меня есть такой опыт, то есть мы два года от покупки патента до производства массового сделали зажигалку. На Амазон она не очень зашла, ну как, мы какие-то деньги, конечно, отбили, но потом мы ее продали через такие, ну, тележки, в общем. Через что? Уточни, пожалуйста. Ну, это в Америке есть такие, где продают масса, ну, в торговых центрах продают, там тебе подбегают, там, хочешь купить, хочешь, ну, там, бери, мы тебе объясним. Ну, в общем, вышли на этих ребят, и они там через Майами, через это все продали наши зажигалки. Достаточно хорошо, также мы выставили эти зажигалки в городе Ио, там, на нескольких стендах, и, ну, то есть отбили свои деньги, но это был сложный товар, я сразу скажу. Держи меня, в чем, извини, прерву тебя, а в чем суть этих зажигалок, я имею в виду, в чем ноу-хау? Ноу-хау, что они были электронные, то есть у них не было газа, они, их можно, да, было подкуривать, наверное, ну, кто курит, так, ну, где хочешь, в общем, и хватало на 250 раз, то есть, а потом 15 минут зарядка, и опять, и опять. Вы, вы немножко, немножко поздно пришли, то есть вы пришли, видимо, когда уже начались электронные сигареты, а вы были таким, знаешь, промежуточным этапом, люди его проскочили, пришли сразу к электронным сигаретам, если бы лет 5 назад? Однозначно, ну, знаешь, как бы хотелось, и вот я и говорю, то есть это первые варианты, и, ну, это то, с чего я начинал. Сейчас вот я был на конференции, в нескольких конференциях и Буковейл, там, я был и в Европе, мы сами делали конференцию в Сочи вот недавно, и я понял, что ребята, помимо того, что есть Амазон, знаешь, как бизнес, да, они еще вокруг Амазона создают много разных там ответвлений бизнеса, там, склады, по сути, да, программы, вот, как бы, ваше селлерборд, программное обеспечение, потом, там, какие-то, вот, офисы, которые по разбану, ну, в общем, это прям целая империя, то есть люди всегда, чаще всего идут на бизнес на Амазон, думают, что только там деньги всегда интересуются, когда это закончится. На мой взгляд, это не закончится, в принципе. Из-за этого я считаю, что я продаю на Амазон, и вокруг Амазона ничего еще не сделал. Вот, соответственно, я, несмотря с опытом, да, и с оборотом, который у меня сегодня тоже немаленький, ну, по моему мнению, по моему мнению. А именно какой? Ну, это за 100, сразу скажу, что это за 100 в месяц. Однако здесь, опять же, да, я считаю, что я мало-мало-мало уделяю времени этому направлению, потому как я вижу, что это направление, в принципе, уже номер один, и даже вот новости в Израиле, то есть я общаюсь с много экспортерами, те, кто привозят, да, импортерами, с ними работаем, и то есть вот новость, которую озвучили несколько дней назад, с 1 мая в Израиле Амазон официально разрешает торговцам, ну, то есть использовать Амазон в качестве продавца. То есть все, у нас форум, да, который, вот, ребята, которые ездят в Китай, они даже не знают, что делать. Некоторые говорят, блин, надо закрывать магазины, потому что нет смысла. То есть еще год, и Амазон здесь захватит весь рынок, никто не будет у нас покупать, никто ничего не будет делать. Я такой сижу, думаю, блин, надо срочно делать, в общем, еще услугу, что ты будешь вот этим импортером, да, предоставлять возможность доставлять по всему товару и в Израиль. Хотя я вот в 2015-м только начал свой путь по обучению, да, на Амазон. Я обучаю, обучаю, соответственно, не просто, да, для того, чтобы обучить, а для того, чтобы собрать сообщество, вот, которых, ребят, которые будут ездить там в Китай, которые станут в конечном итоге клиентами моего сервиса в Китае. То есть в Китае у меня также работает компания, как я тебе сказал, да, которая может купить товар, проверить товар, переупаковать. Мы работаем вообще от любого количества единиц, ну, коробка. Скажи, пожалуйста, у твоей компании в Китае есть какой-то сайт? Сайта нет, потому что мы работаем, я же говорю, на собственных клиентов, которые вот мы выставляли, с которыми мы работаем. Давай какие-то контакты твои оставим под этим видео, там, не знаю, почту, что удобно, чтобы люди, которые заинтересуются, могли написать, задать вопросы. Можно написать в Инстаграм, я думаю, самое актуальное, потому как не знаю, если есть смысл делать какие-то сайты. Я объясню еще почему, потому что мы не то, чтобы берем всех, да, вот мы работаем как бы на себя, и у нас загруженность максимальная. Мы фулл-тайм обрабатываем свои заказы, мы работаем с Кофикс в Израиле, Кофикс есть и в России, это сеть кофейн, мы делаем инновации вообще, в принципе, да, всяких разных направлений, такие как вот на заправках, мы сами привозим товар, сами выбираем линейку товаров, и каждые две недели эту линейку меняем. Все это упаковывается в Китае под 51 заправку, да, там. И надо, ну, то есть ребятам спасибо, кто со мной работает, если вы будете видеть, что они заморачиваются, да, потому что это сложно, правда, придумывать каждые две недели новую линейку товаров, это не только Амазон. То есть вы обеспечиваете, грубо говоря, под ключ для заправки, значит, и подбор линейки, и доставку, и мерчендайзинг, возможно, и отслеживание потом, какая из линеек лучше работает и на этой базе подборку новой линейки, я правильно понимаю? Да, и причем заправка вообще не ломает голову, они нам только говорят, можно или нет, и они забирают 15% комиссии с продажа. Круто, слушай, то есть они, грубо говоря, как Амазон, предоставили вам свою площадку, а вы на ней, как Амазон-продавцы, дальше все делаете, ну, еще взяли, грубо говоря, FBA на себя. Да-да-да, все верно, FBA на самом деле работает, и мы работаем, иногда мне даже приходится сесть, за такой дукатой, я не знаю, все, а ты знаешь, такую машину, крупную такую, и помочь отвезти, потому что бывает такое, что, ну, заболел кто-то или что, ну, то есть я работы никакой не спрошусь. И в бизнесе на Амазон, на самом деле, я работаю еще со своей женой, вот она у меня такой, оператор Амазона, выбор товаров. У нас есть несколько позиций, да, которые мы производим в Израиле, непосредственно косметики. Вот, на них, можно сказать, и базирует, основан весь бизнес. Вокруг него есть еще модель онлайн-арбитраж, которую я сам лично люблю, я с нее начинал. То есть я когда прочитал книгу «Онлайн-арбитраж», это вот эта книга, она до сих пор у меня есть. Это Крис Грин, да, это, я даже не знаю, очень давно это было, посмотри, как она выглядит. Я не мог спать. Ну, то есть я понял, что, да, я сливал много... Вот где деньги, вот где деньги. Да, почему? Потому что, знаешь, это круто, когда ты производишь свой бренд, как зажигалку, понимаешь, на зажигалке мы, ну, я не думал, что мы вообще отобьем свои деньги, а тут тебе, на такая фишка, типа, продай бренд, который уже пользуется спросом и который люди покупают, или вообще что-то подобное. И фишка в этой книге была, я не мог решить задачку, то есть не было преб-центров, не было вот таких моделей, как сегодня, там, куда не напишешь, везде преб-центры все открывают. И даже я вот, имея, да, там, партнеров в преб-центрах в Америке, и я все-таки задумываюсь о том, что мы уже доросли вот в нашем сообществе в России до того, чтобы у нас был свой преб-центр. Вот как раз-таки сейчас мы уже готовим, вот скоро, вот уже скоро после моей поездки в Майами это чудо свершится, это их родное достижение, вот еще один такой вклад, что в нашем сообществе будет отдельный свой преб-центр. Слушай, я уже потерялся. И зажигалки, и преб-центры, и обучающие курсы, и ИБы, и Амазон, в общем, много всего. Сколько людей вообще работает в команде? Порядка сорока. Порядка сорока. Слушай, ну, давай еще задам тебе такой вопрос. Немножко вернемся назад. Все-таки 10 лет в Китае, и общение с китайцами, это неоценимый опыт на самом деле. Поделись, пожалуйста, какими-то фишками для тех, кто будет общаться с китайскими поставщиками, для наших амазонщиков, какие-то фишки, как это делать правильно, что не делать, может быть, 3 или 5 самых частых ошибок, которые допускают люди, общаясь с китайскими поставщиками. В общем, дай нам какую-то полезную информацию, которые смогут вот так вот под запись сейчас ребята воспользоваться, чтобы улучшить там, и, грубо говоря, там, вывести цены свои от китайцев на новый уровень, ну, не вверх, а вниз, да, и уже там после просмотра этого видео уже что-то заработать. Ну, мой, наверное, самый такой совет будет, я вот просто сейчас думал, что ребята многие едут в Китай и не знают, чем им заниматься. И едут туда на последние деньги, вот они взяли билет, тысяча долларов он там стоит, ну, не знаю, может быть, можно дешевле еще дать. И у них с собой там еще тысяча долларов на товар. Вот у китайцев есть менталитет того, что они работают на количество, то есть они работают на большие количества. Чем больше количество, тем ниже цена. Для них не важно вот именно заработать 5-6 долларов, для них важно заработать там 5 центов, 5 мао китайских, да, но чтобы вы взяли 100 тысяч единиц. Вот. Таким образом, да, вот, если вы, если кто-то уже решил ехать в Китай, я советую, то есть, найти кого-то, кто еще с тобой возьмет похожий товар. Потому что большинство, на мой взгляд, да, сегодня вот занимается вот полной ахинеей, когда они там борются с хайджейкерами, борются с вот ребятами. Вот я работаю в Китае, да, и у меня есть клиенты, которые покупают товар на Амазон, для Амазон, вернее, в Америку, потому что я езжу на конференции в Америку, именно собираю таких ребят, и они заказывают все похожие товары с разными брендами. Да, то есть, и я, ну, без разрешения их, я просто направляю на одну фабрику эту. Вот, понимаешь, и получаю лучше цену. Ну, это лайфхак, я думаю, что я из России пока, ты не будешь переводить это, по крайней мере, на английский язык, но, по сути, это я зарабатываю на том, что я даю то же качество, даже лучше. Я заказываю все с одной фабрики, в разных упаковках, с разными логотипами, для трех разных продавцов. Вот, почему? Потому что я предоставляю большее количество. То есть, я заказываю там 20 тысяч единиц, да, вместо там, у кого, вместо пяти, и получаю лучшие условия. Вот, так что, когда едешь в Китай, берешь деньги, бери как можно больше денег, потому что иначе ты получишь цены такие же, как можно найти у себя там на рынке, и даже дешевле. Вот, правда, если сравнить, просто образно взять рынок Люблино, не знаю, знаешь ли это такое, в Москве. Вот. И цены в Китае, да, вот, ну, просто на розницу, когда ты приезжаешь и говоришь, там, одну-две коробки, то они не вообще без, ну, не различаются. Такой вопрос, зачем ехать в Китай? Как отбить тут тысячу долларов и еще время и на проживание? Едешь в Китай, бери больше денег, и ориентируйся на количество. Китайцы начинают с тобой разговаривать о нормальной цене, после того, как ты им предоставляешь хотя бы маленький контейнер. Хотя можно и купить, и небольшой заказ, да, там, две-три коробки. Вот город Ил, как раз-таки для этого, вот все, кто едут на фабрике, вот это, знаешь, там, типа, хотят именно увидеть лучше цену, они немного ошибаются. Почему? Потому что фабрики всегда с вот такими ценами и с вот такими запросами. Можно приехать в город Ил, где уже есть поставщики. Они хоть и посредники, но чаще всего посредники, несмотря на что, что вот как бы это было и слышалось нелогично, дают цены дешевле, чем фабрики. Вот, понимаешь? А как это объясняется? Объясняю, потому что, опять же, работает схема того... Я расскажу историю такую небольшую. Мы закупаем наушники. Очень хорошие наушники. Уровня Beats, да, вот эти, которые. Но китайского формата. И у нас их раскупают до сих пор. Ну, то есть через Амазон непосредственно. И мы хотим взять вот с партнером, вот купить эти наушники прям. У меня со мной еще работают три партнера, я не весь такой крутой, потому что я, наверное, бы сдулся. Иногда бывает, что меня просто выносят, и я ничего не хочу делать. Но, по сути, вот мы решили найти эту фабрику с наушниками. Мы понимаем, что мы работаем с посредником. В общем, мы как не использовали память, фото память, чтобы запомнить телефон. Так как китайцы всегда звонят, да, на фабрику, чтобы узнать цену. То есть мы там высматривали номер телефона, в общем, и идея пришла, родилась у меня. Я говорю, слушай, мы сейчас даем наклейки, да, говорим, что надо наклейки поставить. Она все равно как-то эти наклейки будет пересылать. По-любому она вот, ну, закажет какого-то там доставщика, курьера. Так и произошло, мы ушли, дали наклейки, она выбросила наклейки, чтобы курьер забрал. Мы остановили курьера, говорили, дай-ка нам эту коробочку посмотреть, сфоткали ее, и уже были в самолете по дороге на фабрику. То есть мы приехали раньше, чем наклейка. Общались, пошли с китайцами, покушали. Все отлично, мы говорим, мы хотим два контейнера, таких сколько цена? Например, у нас там цена 30,5 долларов. Он нам говорит, 4,20. Сколько? 4,20, как так? Мы же знаем, что мы берем по 3,50 у посредника. Не-не, нам нужна нормальная цена. Сколько? 5 контейнеров готовы взять. 4,10. В смысле? Что за бред? Мы за 3,50 покупаем меньше контейнера. О чем вообще речь? Ну, в общем, как-то пообщались, вечером уже решили рассказать, что вот мы приехали, и мы знаем, и покупаем. Он говорит, я понимаю, но этот посредник мне предоставляет 20-30 контейнеров в месяц. То есть у него своя цена. Он за сколько хочет, он может продавать. А у нас вот такая цена. Если вам у него выгоднее, идите у него, берите. Аппетиты у китайских фабрик, и у китайцев на больших фабриках еще больше, а товарищ посредник готов работать с более мелкими партиями, и для него там и один контейнер это много. Очень-очень логично. В общем, ну, то есть если ехать, да, то есть не всегда нужно искать фабрики, не всегда на это тратить деньги, потому что, ну, я сам ездил на фабрике, причем я ездил на фабрике выкупать стоки. Стоки, когда я приезжал в какой-то город, просто брал такси и заезжал по каждой фабрике и спрашивал, что у вас есть, что не продалось, вот, что не закупили. Это мы переупаковывали и продавали. Если на этом уровне, да, есть время, то есть можно попутешествовать, я дофигища городов объездил, набрал очень много стоков, на этом также мы заработали неплохо. Вот. И следующее, что я бы хотел сказать, это, ну, то есть кантон, это все круто, вот эти выставки, но опять же, там поставщики, и эти поставщики чаще всего не готовы делать какие-то изменения, да, нежели ты возьмешь астрономические какие-то количества, вот. В других городах, можно вот по городе Ио, ты можешь приехать, ты можешь взять коробку у одного поставщика, заказать упаковку у другого поставщика, что-то там, логотип у третьего поставщика, все это соединить и сделать это на тех количествах, которые тебе нужно. Ну, потому что, на самом деле, нельзя для Амазон, вот, хоть я сторонник того, что нужно сделать свой уникальный товар, да, именно уникальный товар, а не просто подделы уже имеющиеся, все равно таких товаров валом. И вот в городе Ио это можно сделать, вот ребята даже, которые покупают через Алибаба, Алибаба, вот мы были в кампусе, в главном городе Ханжо в последний раз, ну, мы видели, что большинство, вот, кто продает на Алибаба, это не то, что даже посредники, это вообще даже не фабрики, не трейд-компании, а это вот такие китайцы, которые ушли из какого-то офиса и владеют какой-то информацией. Которые не вышли после Нового года. Да-да-да, вот, то есть, хоть и цену ты там получишь, может быть, нормальную, да, но опять же, если приехать в Китай и потратить неделю, ты сэкономишь больше денег, вот, если выполнить все самое. То есть, ты, по сути, советуешь все-таки приезжать, а можно ли в каком-то виде все-таки воспользоваться? Может быть, не Алибаба, может быть, есть какие-то другие сайты, но чтобы сделать это удаленно, живет человек где-нибудь в той же Америке, да, или там в Киеве, ну, далековато, далековато лететь, ну, может быть, еще какие-то сложности есть, вот, все-таки ты не веришь в онлайн-подбор поставщикам? Я верю в этот онлайн-подбор. На первом этапе, ну, какая разница, за сколько ты покупаешь, если ты продаешь и на этом зарабатываешь. Ну, я к этому подхожу, знаешь, я даже сейчас, если выбираю какую-то новую позицию и начинаю работать с каким-то там человеком новым, да, который начинает закупать, я даже не рассматриваю какую-то цену. Ну, продается и продается, пускай так будет, но если это начинает большое количество и уже ты видишь рост, то я, конечно, ищу возможности сэкономить. На начальном этапе можно пользоваться Алибаба и даже не думать там куда-то ехать, потому что то, что есть сегодня у Алибаба, 5-10 лет назад такого не было. Мы сами заказывали и сами не раз теряли на этом деньги, да, то есть как раз была фишка вот того, что там на Алибаба Gold Supplier продавали телефоны Samsung и iPhone за 100 долларов, то есть ребята сделали по 2-3 миллиона долларов и растворились. Почему? Потому что, ну, просто человек, что такого человеку привезти 100 долларов за поддельный iPhone, а Gold Supplier можно купить сегодня, ну, то есть какая-то фабрика закрывается на Алибаба. Знаешь, да, ты что такое Gold Supplier на Алибаба? Давай уточни для всех наших слушателей, я уверен, не все знают. Gold Supplier – это то, когда поставщик, который продает на Алибаба, является таким проверенным лицом самой компании Алибаба, то есть ее ездили, проверяли, смотрели, что это, да, фабрика, это все. Но этот аккаунт можно, в принципе, продать. Вот обанкротилась фабрика, аккаунт стоит, что с ним делать? Они хотят заработать денег, они кому-то там продают. Есть брокерские конторы, вот они продали этот Gold аккаунт, ты заходишь, смотришь, блин, фабрика, все круто, Gold, все отлично, да, это было раньше. А на самом деле там какие-то сидят мошенники и продают тебе левый телефон. У нас то же самое было, мы контейнер тележек отпустили просто так каким-то мошенникам, ну, накололись на этом, там тоже тысяч 20, наверное, улетело, потому что мы перевели сначала депозит предоплату, а потом перевели всю оплату и когда приехали на фабрику проверять, поняли, что это гостиница. То есть, вот так. И полиция сказала, ну, вот, что таких кейсов много, но сегодня Alibaba, конечно, с этим уже борется. Не так просто, во-первых, перекупить аккаунт, то есть, опять же, должны пройти проверку Alibaba. И самое важное, что Alibaba ведет как гарант, как PayPal или какой-то сеть. То есть, ты заплатил, получил товар, и потом поставщик получил денег, из тебя эти деньги списали. Ну, сегодня, конечно, уровень продаж поменялся. И можно работать удаленно, удаленно, да, до какого-то периода. Все-таки, когда ты уже начинаешь работать с фабрикой, да, и ты хочешь получить нормальные цены, китайцы больше любят вот такое общение, чтобы ты приехал, поел, ну, там, с ними в каком-нибудь ресторане, посидели, поговорили, там, какое-то такое общение дружественное, чтобы у вас было, чтобы они тебя знали, доверяли. Ну, и даже бывает, из этого выходят вот такие партнерства. У меня есть несколько поставщиков. Они не владеют английским языком, и к ним, если, ну, какие-то приезжают новые клиенты, там, направляют к ним, они направляют этих клиентов к нам. Соответственно, они говорят, вот это представитель, вот через них покупайте. Слушай, ну, здорово, здорово. А кто платит, кстати, в ресторане? Если вот ты приглашаешь, например, китайца, то есть ты должен наплатить? Как это вообще по культуре? Ну, по культуре они всегда плачут. Но если ты знаешь, да, там, если ты его знаешь, и ты уже хочешь заплатить, это начинается прям бой. То есть бой, там, кто раньше, кто быстрее, в общем, никогда не угадать. Знаешь, китайцы, опять же, есть разные уровни, и, ну, чаще всего вот они стараются оплатить, потому что ты гость, они говорят, когда я приеду там в те город, то ты оплатишь за меня. Но я из Израиля, и мне тоже это некомфортно, и вот мы там воюем. Кто раньше добежал, тот заплатил. В общем, вот так. Я понял. Андрей, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, где ты видишь свою компанию, или, наверное, группу компаний, как мы уже поняли, через пять лет? На что ты больше будешь делать акцент? На курсы и обучение? На непосредственные продажи? Или на сервисы около всего этого сообщества, о чем мы сегодня тоже говорили, там, типа, преп-центры и так далее? Либо, там, возможно, равномерно делить между этими тремя? Смотри, я, наверное, буду как-то делить, потому как я иду, и мне нравится. Мне нравится, что я делаю, в первую очередь. Я утром просыпаюсь, и мне нравится отвечать тем, кто учится у нас, те клиенты, которые со мной работают. Мне нравится вообще вдохновлять людей на какие-то действия, чтобы они вдохновлялись и двигались к чему-то. То есть они по-любому становятся моими друзьями. Все мои клиенты, это мы куда-то ездим, независимо от того, что мы едем в Китай, после этого возвращаемся через Таиланд, там у нас 20 человек клиентов, да, ну, это круче, чем ехать одного. Так же сейчас вот было в Сочи. То есть те студенты, у которых есть результаты, они также уже приезжают, им по кайфу, они рассказывают свои истории. Я вижу то, что это будет группа компаний, это будет по-любому связано с интернет-коммерцией, так как я думаю, что оффлайн все-таки он, ну, будет, но он будет в меньшинстве всего. И я думаю, что, ну, будет много партнеров, которые вот пройдут, именно придут через обучение, потому что сегодня уже вот найти клиента, как я это делал раньше, давай посчитаемся, мне работает. Вот ребята, которые учатся, они приходят, они вот сейчас показывают результаты, они интересуются, у нас появляются какие-то партнеры, такие как Seller Board, да, и вот с которыми, которым приятно предложить вот это все. Я думаю, что каждый просто будет заниматься своим, знаешь, а я вот останусь на уровне, как бы вот такого человека, который занимается. мой самый интересный бизнес – это вот доставлять товары. Это вот с самого детства у меня была мечта, стать каким-то крутым импортером, да, я надеюсь, что, конечно, это будет такая крупная международная компания, которая работает под временем Amazon, eBay, Shopify, я даже не знаю, что будет дальше. Ну, пока, наверное, это основные три кита сейчас, на которых все это держится. И Alibaba. Окей, я желаю, чтобы все так и произошло. Тебе большое спасибо за то, что нашел время. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, обязательно ставьте лайки и не ставьте дизлайки, комментируйте. Мы всегда отвечаем на все ваши комментарии, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то пожелания. Может быть, вам не нравится, что мы часто перебиваем наших гостей и задаем им вопросы. Может быть, вам хочется, чтобы мы пригласили каких-то конкретных гостей в будущем. Может быть, вы хотите, чтобы мы задавали какие-то конкретные вопросы будущим гостям. Вы все это пишите в комментариях, и мы постараемся все это учесть в наших будущих подкастах, потому что каждый понедельник у нас новый гость. И, собственно говоря, каждый гость по-своему интересен, как и сегодняшний. Андрей, спасибо тебе большое за время. Спасибо, Миша. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова